«Над горою речка, в дому сердечко, а за лесом поле покатилась небеса». Вместе с оркестром «Россияне» Оксана Миронова готовится к своему второму сольному концерту. Солистка убеждена, народная песня и музыка будет жить, если исполнители будут не просто воспроизводить, а переживать её. В этом творческом тандеме именно так и происходит. Она всегда была и будет популярна, и есть, и не нужно её трогать. Она прекрасна в своём подлинном виде, и беря фольклорные вещи, и руссконародные песни, и поздние, и романсы. Их не нужно. Просто любой исполнитель, он как бы для себя переломляет как-то к исполнению. Другой вопрос. Кому-то нравится, кому-то нет. В какой-то уходит, в обработку включает. А не нужно её ничего трогать. Не надо её преподносить современному миру, лишь бы он её слушал. Как-то он только её испортит. В программе «Русская раздольная» зрители услышат не только народную песню, но и старинные романсы, а также музыку для оркестра русских народных инструментов. Тексты музыка будут дополнять друг друга и звучать единым целым. В песне же всё просто. Там есть текст, там есть интерпретация исполнителя. И, конечно же, аккомпанировать вокалистам не то чтобы интереснее, но проще. И, конечно, такой отклик есть у каждого музыканта. Мы вместе с исполнителем проживаем каждую песню, стараемся этому тоже уделить внимание, и стараемся и нашу игру подчинить тому тексту, характеру, который несёт исполнитель. Для Оксаны Мироновой народная песня не часть жизни, а сама жизнь. Этот жанр ей близок с детства. В её семье пели все и везде. Пели, как чувствовали. Теперь своими чувствами делится и она. Не только со своими близкими, но и со всеми, кто неравнодушен к русской песне. От музыки Оксана пыталась уйти, да, видно, от судьбы не убежишь. Что будет петь, не думала, но, придя в Рахманиновский институт, песню открыла для себя по-новому. Также занималась и самообразованием, пробовала свои силы на конкурсах. Руслановский стал знаковым в её жизни. Она стала первой, кто в нём победил. Сегодня её знают не только как профессиональную солистку, но и как педагога. И всё это благодаря русской народной песне. Но даже спустя несколько десятилетий у Оксаны сохраняется трепет и волнение перед выходом на сцену. Анализируешь, ну что ж страшного, что ж. Вроде бы тексты, и не бездарь, так вот, скажем, выйти спеть-то, справлюсь с постальными задачами. Но, наверное, вот эта вот душа, которую открываешь перед зрителем, наверное, вот это вот волнует перед выходом на сцену. У народной песни всегда есть своя аудитория. Она возвращает нас к тому, кто мы. А значит, то, чем занимается Оксана, не проходит бесследно. Елена Хромова, Олег Осипов, Анна Мусатова, Область новостей. Олег Осипов, Анна Мусатова, Область новостей. Продолжение следует...